Альбина Ондабаева сегодня пришла в поликлинику со своей 9-месячной дочкой получать прививку против кори. Она считает, что только таким способом может оградить своего ребенка от очень опасного вируса. Сегодня лекарства от кори не существует. Единственный способ защититься – вакцинация. Восприимчивость к этому заболеванию в 9 случаях из 10 – 100%. Только в этом эпицезоне в Оксюбинской области зафиксировано 24 случая заражения корию среди детей до 1 года. Причем всего заболело 50 человек, 14 взрослых и 4 медработника. Нас пригласили медработника из поликлиники. Дети после 9 месяцев. Это внеплановая, налевая вакцина от кори. Сейчас в городе эпидемия идет от кори, поэтому нас пригласили, объяснили. В год еще вакцины от кори мы хотим получить. Наши прививки до года. Мы получили 2 месяца, 3 месяца и 4 месяца. Всем детям нужно прививаться. Профилактической вакцину надо обязательно всем детям. Чаще всего кори болеют дети. Как правило, малыши до 5 лет. Нововведения по вакцинации 9-месячных детей необходимы. Ведь их иммунитет в этом возрасте особенно уязвим. При этом плановая вакцинация в 12-15 месяцев сохранится. Это связано с тем, что прививка, полученная в 9 месяцев, защищает от заражения только до возраста 1 года. Сегодня, с 1 апреля, как и учитывая, что эпидемия обстановка у нас же по кори уже высокая идет, мы планы запланировали детей. По нашей поликлинике на этот месяц 174 детей мы запланировали. С утра у нас 10 детей привились уже. Планируем в течение года 752 человека привить по кори. Кори – вирус, передающийся воздушно-капельным путем. Он в 6 раз легче передается, чем тот же самый грипп. Врачи уверяют, что если человек не привит, то даже от такого контакта он заразится. Симптомы кори похожи на ОРВИ, ничем не приметный кашель, обычная температура, неожиданная сыпь появляется только на четвертый день. Самые тяжелые осложнения – пневмония, мненгит, бесплодие и даже слепота. Для прививки будет использована трехкомпонентная вакцина против кори, краснухи, паратита, произведенная в Индии. Амира Таутенова, Алексей Уразов, программа «Факт». Амира Таутенова, Алексей Уразов, программа «Факт».